Восвитая служба информации телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Сегодня на базе санатория «Золотые пески» распочнется 13-я международная школа-конференция «Актуальные проблемы физики и микросвета», якая будет продолжиться до 7-го жнивня. В дело конференции примут каля 130 навуков, аспирантов и студентов из 10 краин. Особливая увага будет присвечена технологиям экспериментов, надеющих и плануемых по скоральниках. Треба означать, что первый подобный навуково-аддукационный форум был проведен на Гомельщине в 1971 году. Починаючи с 1997 года, он проходит каждые 2 года. Аспекты супрациониста с журналистами обмерковывались на передатне подчас проведения учебно-методичного сбора Управления внутренних справ Гомельского облывы канкама. На базе санатория Чонки, керавники ведомства, так само процедуники и инших правоохондных структур разледили пытания эффективности и оперативности взаимодействия со сродками массовой информации. Сустреча такого формата – черговая для супрационников Управления информации Министерства внутренних справ и первая ускорбонцы в опыту местовой службы, якая отказывая за взаимодействие с прессой. Об необходности и значности семинара говорит состав удельников. Усяго каля 60 человек – половазых редакторы и корреспонденты городских и районных газет, редакции «Телебачення» и «Радио». Головная мета – обмерковать пытания взаимодействия, знайсти шляхи повышения его эффективности. Мы в этой связи являемся основными поставщиками информации, потому что в первую очередь люди обращаются к нам и реагируют. И вот этот тесный контакт между сотрудниками милициями и журналистами, он обуславливает достоверность предоставляемой информации, скорость предоставляемой и эффективность отражения реальных событий, которые действительно произошли. Для читача або талеглядача важно, чтобы информация была актуальна и адлюстровала подеи або проблемы локального узровня. Как сделать информационные нагоды интересными для журналистов и при этом закорануть интересы аудитории – одно из основных питаний, которое мерковывалось на семинары. В разговор заходила и про сучасные сроки передачи информации. Сегодня нужно не только заполнять сайты за потребованным контентом, а и распространять информацию про сторонки в социальных сетках. Безусловно, это определено в первую очередь постоянным возрастающим потоком информационным, который мы видим в интернете. И пользователям, читателям, слушателям порой нелегко выбрать именно нужную информацию. И это самая главная задача, которую должны выполнять, которую должны ставить и выполнять сотрудники пресс-службы УВД. Программа семинара была насыщенной. Одно из ее участок стало узнагороджение супрацовников правооховных структур за активную позицию в справе взаимодействия со СМИ. А так само ушанование журналистов, которые допомогают створать становший имидж супрацовникам милиции. Александр Гамоля, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». Пыл дорог и пах пороху. Под «Гомелем» у лагеря «Василек» прошли показальные выступления у дельников военно-гисторичного клуба 53-й мотостралковый полк Народного комиссариата внутренних справ «Руб Гомеле Нерга». За историчной реконструкцией подей часов Великой и Чинной разом с отпочивальниками лагера назирали и наши корреспонденты. Мероприемство разгорнулося под открытым небом на пляцовце каля лагеря «Василек». Увази дятей у дельники военно-гисторичного клуба 53-й мотостралковый полк Народного комиссариата внутренних справ «Руб Гомеле Нерга» представили цікавую выставу экспонатов часов Великой и Чинной войны – узоры зброи, амуницию и военную технику. Мы хотим показать, как выглядел советский боец в 1941 году, как он был вооружен, структура Красной армии, ну и роль Красной армии и войск в процессе войны. В принципе, различные мероприятия нашим полком часто проводятся, но вот здесь пока первый раз, но думаем сделать это регулярно и приезжать на каждую смену. Военно-гисторичный клуб 53-й мотостралковый полк Народного комиссариата внутренних справ «Руб Гомеле Нерга» аналога у своей профессийной сферы у Беларуси немая. Зараз у его выходят 12 человек, причым это не только энергетики с Гомеля, но и из других регионов нашей страны и даже из России. Свою назву военно-гисторичный клуб отрымал от реально исновавшего в 1941 году на территории Гомеля – 53-го мотостралкового полка Народного комиссариата внутренних справ. И он формировался с упрацовников милиции Аховы. Задачей полка было затримание немецких диверсантов, оказание допомоги военным подразделениям и навату делу обороны Гомеля. У свою чергу основная деятельность участного 53-го мотостралкового полка Народного комиссариата внутренних справ военно-гисторичного клуба – формирование интереса до военной истории. Интересное мероприятие. Горжусь победой нашей. Я довольно-таки много знаю ветеранов, хожу поздравлять каждый год. Я на этой выставке не первый раз. К нам уже приезжала эта выставка в школу. Много интересных экспонатов, оружий всяких. Молодежь за то, чтобы сохранить мир на земле. Под час мероприемства дети на некоторый час отшулись обе у роли живых видоводчеств боевых деяний. На их вачах разгорнулась агисторичная реконструкция по затриманию немецких диверсантов. Амуниция у дельников полка, а добудку до годинников, як дарайшие усе деяний уходе реконструкции, вытреманные по уставу. Пыл дорог и пах пороху сценарии максимально наближены до реальности. Больше стараются привязать к той местности, в которой что-то происходило. Если это Ржев, то это бои под Ржевом. Если это Брестская крепость, то это реальные бои в Брестской крепости в июне-июле 41-го года. Именно привязка к местности, реальные эпизоды какие-то берутся. Людям надо напомнить, дать возможность увидеть это воочию. У ближайших планах военно-гисторичного клуба выступление на буйных тематичных фестивалях у России и Эстонии. У перспективе махчима открытие на базе Руб Гомель Энерго, отповедного музея. Меж тем, у приоритете постоянной деятельности притягнение до працы клуба молоди, бо минавито им будавать будущую и заховывать соправдную память нашего героичного гисторичного минулого. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». С 26 лепеня у ВНУ Украины життевляется додатковый набор на бюджетные места, которые остались вакантными после основного набора абитуриентов. Прием документов протягнется и сегодня. Залечение отбудется 29 лепеня. Как отзначили в Министерстве Адукации Республики Беларусь, селета у абитуриентов значительно высшейшие баллы по выниках централизованного тестирования, чем у потенциальных студентов 2014 года. В связи с чем, сейчас больше высокая конкуренция при поступлении. Однако при этом, у некоторых в ВНУ Украины, покольно зряется недобор на бюджетную форму навучения. В среднем вакантными застаются от 1 до 3 месяцев. Например, в нашем регионе на додатковый набор ждут абитуриентов в Гомельском Державном Техническом Университете и Мясухога. На початку вересня стартует гандбольный чемпионат Беларуси. Мужчинская команда гандбольного клуба «Гомель» протягла и рыхтоваться до нового сезона. За отпочинку бронзовые призеры минулого чемпионата Украины вышли на початку лепеня. Звершился первый цикл подрыхтовки. Гандболисты працевали над развитием силовых и худкосных якостей. Наступный этап уже непосредственно гандбол, техника тактичная подрыхтовка и работа с мячом. Пауторить бронзовый поспех минулого сезона и по мягчимости позмагаться за сребро национальных чемпионатов. Такие задачи перед собой ставят гульцы и тренерский штаб команды. А кроме чемпионата Украины, подопечные Сергея Цыганкова мают намер сгулять и в Балтийской Лизе. Уделы турниры даст команде гульнявую практику, якой видовочно не хапая во внутреннем першинстве. Не лишним будет и международный опыт. Учитывая наш чемпионат, количество игр небольшое. Это дополнительные игры, дополнительные международные игры. Там есть достаточно, можем сказать, 6 команд достаточно сильных. Для нашей команды это будет хорошая прибавка и календарь спортивных соревнований увеличится. Это дополнительно мы сыграем 12-14. Лето, как и сезон отпочинков, у самом разгары. Многие уже поспели побывать на курорте, а для тех, кто только сбирается отправиться у подорожья, есть добрая новина. Ювелирные сетки «Золотая мара» и «Царское золото» разыгрывают 100 путевок у Турцию. А в положениях конкурсу и одним из этапов розыгрыша, который наперед не отбился в Гомеле, в сюжете Вероники Ворошилиной. Акция «Настоящий отдых», организованная совместной ювелирной сетью «Золотая мечта» и «Царское золото» это уникальная возможность для жителей нашей страны отправиться на отдых в Турцию абсолютно бесплатно. 50 счастливчиков розыгрыша уже определены, еще столько же путевок ждут своих обладателей. До 6 августа каждый, кто приобретет у нас любое украшение или швейцарские часы, от 500 тысяч белорусских рублей заполняет анкету и становится участником розыгрыша. В Гомеле розыгрыш 25 путевок в Турцию проходил на проспекте Ленина 63 возле магазина ювелирных изделий «Золотая мечта». Его сотрудники подготовили для горожан ряд приятных подарков и сюрпризов. Прямо на улице мимы забавляли прохожих. Представительниц прекрасной половины человечества радовали живыми цветами. Забавный бегемотик с логотипом «Золотая мечта» заряжал всех позитивом и охотно фотографировался с прохожими. Мероприятие получилось масштабным и зрелищным. Я подошла, мне дали подарочки розочка, шарик и всего лишь за селфи. Мне дали карточку. Очень весело, да. Побольше бы таких, да, акций, праздников. По итогам розыгрыша в Гомеле счастливыми обладателями 25 путевок в Турцию стали жители из самых разных уголков нашей страны. Оказалась среди них и единственная гомельчанка. Вы стали победителем, мы вас поздравляем. Вы летите в Турцию от «Золотой мечты» абсолютно бесплатно. Ваши эмоции давайте немножечко погромче, вас сейчас слышит полгорода. Супер, ну, как бы я отлично, но пока еще сижу как истукан. Между тем, в день розыгрыша магазин ювелирных изделий «Золотая мечта» на проспекте Ленина 63 удивил всех своих покупателей грандиозными скидками. Цены на весь ассортимент были снижены вдвое. Серьги, кольца, цепочки и многие другие роскошные драгоценности здесь можно было приобрести с 50-процентной скидкой. Изысканные изделия из золота и серебра и небывалые скидки на них изрядно порадовали покупателей. Все понравилось, и обслуживание, и скидки очень приятные, и покупкой довольная. Муж подарил на годовщину нашей свадьбе сережечки. Совершенно случайно зашла и купила себе сережки, очень понравилось. Заполнила анкету, будем надеяться, что что-нибудь выберем. Акция «Настоящий отдых» и розыгрыш путевок в Турцию продолжается. Спешите порадовать себя приятными покупками в ювелирных магазинах «Золотая мечта» и «Царское золото». А вместе с тем получить шанс бесплатно отправиться на курорт. Следующие 50 путевок в Турцию будут разыграны в Минске 1 и 8 августа. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Их это был опошний сюжет выпуску. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удалага вам дня и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин